Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Во многих регионах зима уже закончилась, а у нас на Урале еще прохладно. И как раз для весенней шапки я покупала себе пряжу Белсаида Макси. Узор для нее я также выбрала неплотный, чтобы в ней не было жарко. В итоге шапка получилась очень приятная тактильна, она уютно сидит на голове, хорошо продувается весенним ветерком, но в то же время за счет шерсти в составе достаточно теплая. И неважно, успеете в эту шапку надеть в этом сезоне или она станет обновкой для нового сезона. Самое время связать такую шапку сейчас, пока мы сидим дома на карантине. Пряжа Белсаида Макси – это шнурковая пряжа. 70% в составе вискозный шнурок, набитый мериносовой шерстью и альпакой на 30%. Номер этого оттенка 85613. Об этой пряже я подробно рассказывала в распаковке. Сейчас всплывет в правом углу подсказка, можете пересмотреть. У вас откроется новая вкладка и это видео вы не потеряете. Также оставлю под видео ссылку на магазин, в котором я брала эту пряжу. И промокод на скидку. В магазине Пряжа Су огромный выбор качественной и интересной пряжи. Обязательно погуляйте по страничкам этого магазина, поверьте, вы найдете для себя много интересного. А скидка по промокоду JULIAK суммируется с другими скидками магазина. Я уже оформила свой новый заказ и скоро расскажу, на какой интересной летней пряже остановился мой выбор. Итак, начинаем вязать шапку. На шапку у меня ушло ровно два матка пряжи. Остальные три матка пойдут на шарфик. Производитель рекомендует спицы шестого седьмого номера и тогда полотно будет легким и струящимся. Но я взяла спицы номер четыре, чтобы получить более плотное полотно. Обязательно свяжите образец и сделайте расчеты, исходя из вашей плотности вязания. На свой 56 размер я набрала 96 петель, число петель должно быть четным, плюс одна петля для замыкания вязания в круг. Набор делаем простым классическим способом, кому надо вспомнить, как набираются петли, смотрите отдельный урок. Все ссылки оставлю в описании. Далее соединяем петли в круг и вяжем полупатентную резинку по кругу. В нечетных рядах провязываем поочередно лицевые и изнаночные, петли, как в резинке один на один. А в четных рядах лицевые петли провязываем, а изнаночные петли снимаем, оставляя нить перед работой. Обращаю ваше внимание, что так мы вяжем резинку с отворотом. Если Вы решите вязать резинку без отворота, тогда лицевые снимаются нить за работой, а изнаночные петли провязываются. Тут будьте внимательны, так как резинка имеет лицевую и изнаночную стороны. Вот у меня готова резинка, когда я ее вязала, красивые вытянутые петли оставались внутри, а теперь я отгибаю отворот и они оказываются на лицевой стороне. Полупатентной резинкой у меня провязана ровно половина длины. Дальше я перешла на простую резинку один на один, она более мягкая и шапка будет прилегать к голове более комфортно. Длину резинки можете вязать на свое усмотрение, на свой вкус. У меня получилось 12 см. Теперь переходим к вязанию узора. Распределяем петли в таком порядке, 2 изнаночных, 3 лицевых. Раппорт узора у нас 5 петель. И таким образом нам нужно связать 4 ряда. Но помните, для резинки один на один нам нужно было четное количество петель. А теперь петли должны делиться на 5. У меня было 96 петель, а теперь надо 95. То есть мне надо в любом месте просто убавить одну петлю. Итак, у нас провязано 4 предварительных ряда. С пятого ряда начинается сам узор. Провязываем 2 изнаночных, они у нас будут неизменными до конца вязания. Далее у нас идут 3 лицевых петли. В среднем столбике отсчитываем вниз 4 петли. Заводим туда спицу, захватываем рабочую нить и вытягиваем еще одну такую же длинную петлю. Продолжаем так вязать до конца ряда. 2 изнаночных, из центрального столбика лицевых вытянули одну петлю. Провязали 3 лицевых и вытянули еще одну петлю. Следите за тем, чтобы ваши вытянутые петли были одинаковыми по длине. Шестой ряд. Провязываем 2 изнаночных, вытянутую петлю просто снимаем, провязываем 3 лицевых петли и вторую вытянутую петлю также снимаем. Вяжем так до конца ряда. Седьмой ряд. Изнаночные провязываем, как обычно. Первую вытянутую петлю будем провязывать с первой лицевой петлей вместе с наклоном вправо, так, чтобы вытянутая петля оказалась сверху. Дальше идет лицевая петля, третью лицевую и вытянутую петлю провязываем вместе с наклоном вправо. И вытянутая петля также должна оказаться сверху. Посмотрите еще раз, в какую сторону делать наклон. Снова у нас стало 2 изнаночных, 3 лицевых, вяжем так до конца ряда. Восьмой ряд вяжем по рисунку, 2 изнаночных, 3 лицевых, провязываем этот ряд до конца и дальше будем повторять с пятого по восьмой ряд. Девятый ряд вяжется точно так же, как пятый и я хочу Вам показать, как находить то место, откуда вытягивать петли. Если мы раскроем лепестки нашего узора, то увидим средний столбик лицевых петель. Отсчитываем вниз 4 петли, их на белом фоне хорошо видно. Вот сюда в четвертую петлю ныряем и достаем вытянутую петлю. Далее провязываем 3 лицевых, снова ныряем в то же место за петелькой и вытягиваем ее. Так продолжаем вязать дальше до той длины, которую вы желаете получить. Длина моей шапки на данный момент с учетом загнутого отворота около 20 см. С этого момента я начну делать убавки. Первый ряд убавок у нас будет в том ряду, где мы вытягиваем длинные петли, то есть аналогичные пятому. И петли мы будем вытягивать не в каждом колоске, а через один. Здесь мы провязали вытянутые петли, вяжем одну изнаночную петлю, делаем убавку из изнаночной и лицевой петли с наклоном вправо, провязываем одну лицевую и снова убавка из лицевой и изнаночной петли с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля, в этом колоске мы вытягиваем длинные петли, а в следующем колоске снова делаем две убавки. И так как в узоре моей шапки нечетное количество колосков, то есть из 95 петель у меня получилось 19 раппортов, то первый и последний колосок я провяжу с вытянутыми петлями. Если у вас получилось по расчетам так же, не переживайте, это будет незаметно. Второй ряд от начала убавок мы провязываем по рисунку. В этом ряду вытянутые петли снимаются, а здесь после изнаночной мы провязываем три лицевых. Третий ряд убавок. Здесь вытянутые петли провязываются с лицевыми как в седьмом ряду, а там, где мы делали убавки, провяжем три петли вместе. Первую лицевую снимаем, провязываем вторую и третью лицевые вместе и перекидываем через новую петлю первую лицевую. Таким образом у нас из трех петель получилась одна. Давайте покажу еще раз. Повторяем так до конца ряда. В четвертом ряду убавок нам нужно оставить по одной изнаночной между колосками с вытянутыми петлями. В начале две изнаночных до этого момента у нас были неизменны, теперь провязываем их вместе. Затем три лицевых и вот эти три петли провязываем вместе изнаночной. Снова три петли лицевых и завершаем макушку сокращенного колоска одной изнаночной. Сейчас провязываем четыре ряда без убавок. То есть вяжем колоски с вытянутыми петлями, только между ними теперь будет по одной изнаночной петле. Итак, четыре ряда у меня провязано. Следующий ряд провязываем по две петли вместе. На данный момент на спицах осталось 20 петель. И посмотрите, у меня заканчивается второй моток, то есть на шапку с отворотом ушло ровно два мотка. Как соединить нити в шнурковой пряже я рассказала в отдельном уроке и ссылка на него будет в описании. В этом ряду еще раз провязываем по две петли вместе. Теперь обрезаем рабочую нить и все петли при помощи крючка собираем на этот хвостик. И вы только посмотрите, какая красивая получилась макушка, нам осталось закрепить и спрятать хвостики. Давайте измерим итоговую длину шапки. У меня получилось 24 см с подвернутым отворотом и 30 см с отворотом в расправленном виде. Обязательно проводим ВТО, стирать только вручную специальными средствами для шерсти и шелка, сушить на горизонтальной поверхности. И до ВТО шапка выглядит достаточно плотной, колоски упругие и, я бы даже сказала, выпирающие. После стирки она станет более мягкой. И вот так шапочка выглядит после. Посмотрите, какая она стала струящаяся и шелковистая. В ней очень уютно и тепло. На поверхность пробились волокна альпаки и мериносом. Вот такая она теперь пушистая. К своей шапке я связала еще и шарф. И о нем я расскажу в следующем видео. Я необыкновенно довольна своей новой шапкой и Вам желаю того же. Обязательно попробуйте пряжу Белсаида Макси, она того стоит. А сейчас переходите по ссылке и посмотрите, какие оттенки есть в палитре этой пряжи. Жду Ваши отзывы в комментариях. Пишите свои вопросы, если они у Вас возникли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. До встречи в новых мастер классах.